всем привет дорогие друзья вы на канале джесси вайс с вами евгений ну что ж у нас уже двадцатые числа мая погодка уже практически совсем летняя ну значит пришло время выгонять мою тачку из гаража она там простоял уже восемь месяцев практически они вот такой вот слой пыли черт узнает заведется она вообще или нет сейчас посмотрим заведем движок попробуем открыть крышу тачка кстати 2008 года opel astra twin top с жесткой съемной крышей сейчас все сами увидите надеюсь что ничего не сломалось за зиму в принципе кто-то ругается соседи ругаются ну что ж друзья я думаю что пора перемещаться в гараж сейчас мы подкинем аккумулятор я уже зарядил ну и посмотрим заведется ли моя малышка спустя год почти простое в пыльном гараже не отапливаемом погнали ну что ж вот и есть эта машинка конечно выглядит слегка пыльный но в целом целом нормально так принципе обычный opel astra вот если так смотреть спереди отличий просто минимум ну здесь уже конечно что-то новенькая задница вообще не похоже ни на какую astra но это сейчас попозже покажу пока что давайте попробуем завести сейчас я подкину аккумулятор и попробую завести эту тачку и и ну и и и и и Ну, как видите, все нормально, конечно, с трудом, но тачка завелась, в принципе, все нормально работает. Сейчас потом попозже посмотрим, что с крышей. Сейчас я вообще выгоню на улицу, там поподробнее расскажу, что к чему. Так что давайте увидимся на улице. Ну вот, думаю, под светом солнца выглядит намного лучше. Правда, все равно такая вся пыльная, в грязи, но тем не менее. Кстати, зацените мой лук. Джинсы Левис. Купил в секонд-хенде за 300 рублей, чтобы одевать их на выход. Вот такая задница. 123 регион. Покупал я ее в Геленджике. У парня по имени Артем. Если кто-то был в кабардинском динопарке, то, возможно, они его знают, видели там. Так, кто-то звонит. Черт. Алло. Блядь. Так, это мне позвонили с Совкомбанка с предложением каких-то услуг, которые мне нахрен не нужны. Так, ну что ж, тачка пусть чуть-чуть прогревается. И сейчас будем пробовать, наверное, открывать крышу. Хотя можно, в принципе, в салоне посидеть. Сейчас я расскажу немного предысторию покупки. А там уже посмотрим, что у нас с крышей. Ну, думаю, что все нормально. Ну что ж, вот мы и переместились в салон этого автомобиля. Здесь, в принципе, каких-то кардинальных отличий от обычного Opel Astra нет. Единственное то, что есть вот такие вот вставочки. Здесь закос под дерево. Ну и двери сами по себе длиннее. Чем на обычной четырехдверной версии. Сиденья кожаные. В принципе, сиденья неплохие. Единственное, что стираются. Но это, в принципе, можно отреставрировать при желании. Вот. Что еще? Сзади есть вот такой вот ветрозащитный экранчик, который можно как опустить, так и поднять. Можно его вообще сложить и убрать багажник. Но у меня он, в принципе, по умолчанию здесь стоит. Потому что сзади особо никто никогда не ездит. Поэтому здесь так чисто. Вот. Зачем нужен этот экран? Когда вы едете без крыши, сейчас мы попозже ее откроем. Когда вы едете без крыши, с полностью закрытыми окнами, то в салоне довольно-таки комфортно. То есть вы можете даже спокойно включить печку и наслаждаться теплым воздухом. При этом как бы на улице будет условно там 5 градусов тепла. Но вы будете с кайфом ехать с печкой. Хотя крыша у вас будет открыта. Но опять-таки повторюсь, это при условии, что будут подняты все окна. Вот. Что еще можно сказать? Здесь я сделал небольшую приблуду. Это у меня идет зарядник. Кабель уходит сюда под тоннель. И там небольшая Bluetooth-плата, чтобы слушать мою любимую музыку Стаса Михайлова. Вот. Что еще могу сказать по этой машине, по салону? Ну, здесь есть бесключевой доступ. Кнопка старт-стоп. Хотя этим сейчас никого не удивишь. Вот. Здесь, как у любого владельца опкома, ой, ой, то есть у владельца Opel'а есть опком. Вот такая вот штука. Заказывал из Китая, по-моему, за 1000 рублей. Не знаю, насколько правильно он работает, но тем не менее, все ошибки, которые он находил, то есть они повторялись с теми ошибками, которые находили на сервисе. Поэтому, думаю, это все-таки неплохое приобретение. Далее. Сейчас мы переместимся в багажник. Я покажу, что там, как устроено. И вообще, как это все работает. Да, кстати, пару слов о дверях. Они у нас безрамочные. Вот такие вот красивые. Если стекла опустить, то здесь получается такое единое пространство. Прикольно довольно-таки смотрится. Ну что ж, открываем багажник. Таким незамысловатым движением. Довольно-таки тяжело, кстати, открывается. Потому что здесь вот эти вот упоры, они очень тугие. Что мы здесь видим? Здесь мы видим вот такую вот сеточку небольшую, защитную. Это чтобы крыша, которая складывается в багажник, она не столкнулась с вашими покупками из Ашана. Или что вы там возите у себя в багажнике. Вот я вожу у себя в багажнике аптечку. Очень хорошая аптечка. Всем рекомендую. Здесь кроме бинтов ничего нет. Поэтому это самая лучшая аптечка вообще на самом деле. Зачем какие-то медикаменты, если есть бинты? То есть поранились, перевязались. Все хорошо, все нормально. Вот трос. Это если встрянешь где-нибудь, поедешь в какую-нибудь деревню, где дорог тупо нет, и придется, значит, вылазить. А тут как-то огнетушитель, если загорится что-то. Ну и, конечно же, масло GM. Сейчас достанем. Маслица GM Original. Прямиком из солнечной Германии. Так, что мы еще здесь видим? Это, кстати, сетка с концевиками. Если ее убрать, то крыша тупо не будет опускаться, потому что система не даст ей это сделать, чтобы вы не раздавили крышей что-нибудь здесь или крышу не сломали. Здесь вот такие чудеса инженерии у нас. Компании Opel. Давайте по порядку. Немножко расскажу. В принципе, я сам особо не знаю, как это все дерьмо работает. Ну, пару слов скажу, конечно, что знаю. Вот эти вот трапеции, они нам помогают открывать крышку как вот таким образом, так и наоборот. То есть она уходит наоборот назад. Это в процессе опускания крыши. Вот, далее вот тут жгут идет с проводкой, которая постоянно где-то вот здесь вот перегибается и ломается. Постоянно обрывы случаются. То есть в прошлом году у меня ломалась крыша. И, собственно говоря, проблема была именно вот в этом, то есть в проводке. Я полгода не мог понять вообще, в чем же дело, но потом все-таки разобрался благодаря кому? Благодаря ребятам с группы WhatsApp, которым передаю привет, если кто-то смотрит. Вот. Далее. Вот эти вот крылышки, это у нас, значит, составной элемент, как объяснить-то. В общем, когда крыша складывается, здесь получается пустое пространство, которое нужно чем-то закрывать. И вот эти вот крылышки, собственно говоря, они выполняют эту роль. Вот моторчики здесь различные стоят. То есть на самом деле здесь механизм довольно-таки сложный. По-моему, на BMW тройку тоже, на E93 ставили то ли такой же механизм, то ли нечто подобное. Вот. Больше, в принципе, здесь объяснять особо нечего. Вот здесь находится спускной клапан для насоса, который управляет крышей. То есть не управляет, а поднимает ее. То есть если возникают какие-то проблемы, то отворачиваем насос и вручную собираем крышу, как я и делал в том году. Так. Ну, в принципе, можно закрывать. Все в пыли. Вот 123 регион у нас. Замечательный солнечный краснодарский край. Так. Ну что ж. Посмотрим, что у нас под капотом. Здесь V12, значит, стоит турбодизель. Зрелище не для слабонервных. Подкапотное пространство Opel Astra. Значит, ну здесь, в принципе, ничего нового. Единственное, что менялось за три года, это масло. И вот этот вот клапан, который подает масло на распредвал. Больше я ничего не менял, в принципе. Все хорошо, все нормально. Все работает. А единственное, что менялся этот датчик положения коленвала. Здесь мы его, конечно же, не увидим. Он там внизу находится. И, как мне кажется, меня немножко наебали на 3000 рублей. Потому что работа по его замене, это снять защиту, снять стартер, снять датчик. И то же самое сделать в обратной последовательности. То есть, занимает это примерно час-полтора. Но, тем не менее, это стоило 3000 рублей. Хотя в прошлом году за аналогичную операцию обозначал сумму в 1000. То есть, походу, я лоханулся. Надо было в том году менять. Видно, из-за всех этих историй цены повысились втрое. Ну да ладно. Давайте закрывать капот. Сейчас будет звук, как на восьмере. Вот у вас 2108. В лучших традициях звук. Вот такие вот катки стоят. 18-й. Это оригинал. Резина 215 на 40. Не знаю, сколько она сейчас стоит. Ни разу не менял еще пока что. Думаю, тысяч, наверное, 10 за баллон. Вот. Вид сбоку у нас вот такой. Спереди, как я и говорил, это обычного пилястра. Ничем не отличающийся. Единственное, что лобач отермалки проклеен. Вот. Фары ксеноновые. В принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Даже с закрытой крышей. Так, здесь у нас грязь. Я уж подумал, где-то оцарапал. Так, ну, в принципе, вот такой вот внешний вид эта машина имеет. Согласитесь, весьма необычный. Ну, задница. Это, наверное, лучшая часть этой машины. Потому что она смотрится максимально как-то футуристично, что ли. Ну, что ж, давайте переместимся снова в салон. Заведем эту тачку и попробуем открыть крышу. Я, правда, не уверен, что не произойдет отвала и мы не обосремся. Но все-таки попробовать нужно. Потому что уже лето через неделю и нужно уже как-то выезжать. Ну, что ж, давайте посмотрим. Заработает ли крыша после такого длительного простоя. Открываем окна. Ваши ставки. Я ставлю на то, что будет все all right. Значит, заветный сигнал прозвучал. Сейчас объясню немножко, что произошло. Первый раз не открылся вот этот вот лепесточек. Ну, это бывает на самом деле. То есть... Черт. Еще и ключ зазвенел. Это бывает, когда машина долго стоит. Либо когда вот эта вот вся фигня нагревается на солнце. Бывает, иногда заедает лепесток. Ввиду того, что смазка густеет. И поэтому он не может открыться с первого раза. Но, как правило, со второго раза все нормально. Ну, что ж, давайте посмотрим, как тачка выглядит без крыши. Значит, выглядит она вот следующим образом. Довольно-таки неплохо. Для 450 тысяч. Не знаю, что за 450 штук можно купить. На самом деле, разве что Lada Grand, ну и велосипед еще потом на сдачу. А здесь вы получаете полноценный автомобиль с крышей для зимней эксплуатации и без крыши для лета. То есть... Ну, в идеале, конечно, жить где-нибудь на юге. Чтобы можно в полной мере было ощутить весь кайф владения такой машиной. Ну, я, кстати, собираюсь переехать на юг в очень ближайшем будущем. Поэтому буду кататься и кайфовать там. Ну, а те, кто живут в северных регионах, им, наверное, такая машина будет не совсем по вкусу. Потому что крышу они открывать будут только две недели в году. Вот, кстати, вот так выглядит экран. Так он поднимается вкупе с закрытыми стеклами. Вообще никакого ветра в салоне. Даже при скорости, ну, где-то 150 км в час я разгонялся. И было довольно-таки комфортно. Да, конечно, было бы лучше, если бы я помыл эту тачку перед тем, как снимать. Но... Сами знаете, что это первый выезд в 2022 году. Я хотел сохранить все как есть. Даже есть какие-то проблемы будут, чтобы они попали на видео. Но проблемы, собственно, можно сказать, были небольшие. Когда этот сраный лепесток не открылся. Я, конечно, думал, что это будет лютый абсер сейчас. Но нет, все хорошо. Как себя чувствует водитель, когда управляет такой машиной? Что он видит? Видите, вот такой вот прекрасный вид из салона своего автомобиля. То есть, очень хорошо назад сдавать. Вообще ничего не мешает. Ну и, соответственно, когда вы слушаете музыку, то ее будут слушать все окружающие. Особенно, если поставить какие-нибудь крутые динамики. У меня стандартные стоят. Я громко музыку и не люблю слушать. Особо, то есть, слушаю тихо. Но если среди вас есть какие-то меломаны, они могут просто поставить эстрадные колонки, сабвуфер воткнуть и прокачивать свой город вот таким вот безбожным способом, просто из открытого салона. Можно смотреть на звезды. Можно смотреть на голубое небо. То есть, плюсов на самом деле очень много. Я никогда не понимал хейтеров, которые хейтят автомобили без крыши. Да, они сложные. Да, они как бы очень требуют к себе внимания. Но, тем не менее, кайф, который вы получаете от управления ими, даже просто нахождение в ней, он, безусловно, я думаю, перекрывает все те минусы, которые обозначаются хейтерами в качестве основных. Сейчас довольно-таки холодно. Я вот в куртке стою, и то меня ветер продувает. Вот. Как-то так. То есть, вот такой вот небольшой мини-обзор получился. Если видос вам понравился, ставьте лайки, пишите комменты, что хотели бы узнать по поводу данного автомобиля. Если есть какие-то вопросы, которые требуют немедленного ответа, то пишите мне в инстаграм, в директ. Пытаюсь помочь. Как станет немного потеплее, я обязательно возьму свою гоупрошечку. Гоупрошечку возьму. И мы поедем, прокатнемся где-нибудь по ближайшим окрестностям, по пригороду, покатаемся. Ну и расскажу вам какую-нибудь историю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok